Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Бывшему президенту Республики Молдова предъявлены обвинения в расхищении средств, которые привели к потерям не менее 12 миллионов долларов. Для такой небольшой страны, как Республика Молдова, это серьезные деньги. Речь идет о причастности Додона к схемам, которые и привели к подобным убыткам. Сам бывший глава государства, который недавно отказался также от парламентского мандата и лидерства в Социалистической партии и сейчас возглавляет один из пророссийских фондов в Республике Молдова, заявил, что он не собирается никуда скрываться и готов сотрудничать со следствием. Очевидно, Додон рассчитывает на защиту своих могущественных покровителей, первым из которых является президент Российской Федерации Владимир Путин. Для меня в обвинениях, адресованных Додону, нет ничего необычного. Нужно вспомнить, что вся политическая карьера этого политика как раз и была связана с разнообразными схемами. Как вообще появился Додон на молдавской политической сцене? Он был одним из депутатов парламента от коммунистической партии, лидеры которых решительно боролись с своими оппонентами из демократической оппозиции. Когда демократическая оппозиция пришла к власти, оказалось, что у нее нет достаточного количества голосов для того, чтобы избрать нового президента Республики Молдова. По тогдашней конституции Молдовы, в случае, если президент не будет избран, парламент должен был быть распущен. Появлялась реальная возможность коммунистического реванша. В этом не были заинтересованы тогдашние руководители Молдовы. Но в этом был заинтересован бывший президент Молдовы, коммунист Владимир Воронин, который вел дело к распуску парламента. И вот буквально за несколько дней до того, как политические силы, ориентировавшиеся на европейский курс развития страны, должны были расписаться в невозможности избрать президента, несколько депутатов-коммунистов во главе с Дадоном, попросту говоря, проголосовали иначе, чем вся их фракция и объявили себя уже не коммунистами, а социалистами. А затем Дадон создал социалистическую партию Молдовы и стал убеждать Кремль, что эта партия будет служить российским интересам куда более преданно и откровенно, чем коммунистическая партия. В Москве не могли забыть этого факта, что Владимир Воронин в бытность своим президентом Республики Молдова отказался от так называемого плана Козака, который превратил бы окончательно Молдову в страну-сателлит Российской Федерации. Этот план, между прочим, очень похож на то, что Москва сегодня предлагает Украине. Ведь согласно плану Козака российские войска должны были бы находиться на территории оккупированного Приднестровья даже после того, как была бы восстановлена территориальная целостность Молдовы и Приднестровье стало бы частью нового федеративного государства с восстановленной территориальной целостностью. По сути, Москва предлагала Кишиневу территориальную целостность в обмен на утрату суверенитета. Это как раз вот то, что мы видим сейчас, когда Путин требует от Соединенных Штатов и других странных членов НАТО, чтобы они отказались от идеи расширения союза, и тогда, может быть, удастся поговорить о будущем украинской государственности. Государственности без суверенитета. Ну так вот, когда Дадон раскусил этот план Козака и понял, что он сможет быть более полезен для российского политического руководства, чем Воронин, отказавшись от этого плана, тут и взошла звезда будущего молдавского президента. Дадон активно сотрудничал с Россией, но самая активная фаза такого сотрудничества наступила как раз после того, как он возглавил Молдавское государство. Мне, честно говоря, кажется, что Дадон был в Москве чаще, чем в Кишиневе. Фракция его собственной социалистической партии приезжала на инструктаж в российскую столицу в полном составе. Можно ли представить себе что-либо более унизительное, чем подобные приезды иностранных политиков в страну, где им просто рассказывают, как жить, как голосовать, на что ориентироваться. Да, Дадон превратил социалистическую партию в филиал Единая Россия. Мы же не удивляемся, когда руководители марионеточных администраций так называемых Донецкой и Луганской народных республик, одиозные Пушилины и Пасечник, получают из рук бывшего президента России, не менее одиозного Медведева, членские билеты партии жуликов и воров. Но речь идет о несуществующих государствах. Речь идет, по сути, о бандах, которые объявлены государствами только потому, что этого хочет Владимир Путин. А Игорь Дадон, когда был московской марионеткой на молдавском президентском посту, был главой суверенного государства. И его поведение на этом посту было ежедневным позором для каждого, кто уважал суверенитет республики Молдова. Я уже не говорю о том, что Дадон оказался одним из немногих иностранных политиков, который признал российский суверенитет над оккупированным Крымом. И после этого лишился всякой возможности общаться с президентами Украины. С Игорем Дадоном не общались ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский. Хотя Дадон и попытался использовать некомпетентность будущего украинского президента Зеленского для того, чтобы восстановить свои позиции в Украине. Звонил и поздравлял его с избранием главой государства. Но после того, как Зеленский стал президентом, ему быстро объяснили, что с Дадоном общаться не придется. И бывший телевизионный комик вынужден был согласиться с этим очевидным развитием событий вокруг одиозного президента республики Молдова. Дадон нарушил все договоренности с проевропейскими силами после изгнания страны олигарха Влада Плохотнюка. Был одним из участников свержения правительства Майя Санду, для чего он пошел на договоренности с теми, с кем как бы боролся за то, чтобы Молдова вновь стала демократическим государством. Фактически, Дадон уже был готов преподнести свою страну Владимиру Путину на блюдечко с голубой каемочкой. Но молдавскому президенту-социалисту помешал молдавский народ. Он проиграл выборы на второй срок. И, кажется, даже в России уже поняли, что на Дадона ставить незачем, что он политик из прошлого. Именно поэтому Дадон, по сути, сейчас отказался от политической карьеры и занимается откровенным лоббированием российских интересов в Республике Молдова. Собственно, если быть откровенным, это именно то, что он умеет лучше всего. Это то, из-за чего вообще состоялась его политическая карьера. Нужно ли удивляться, что человек с такими политическими и моральными качествами, человек, для которого суверенитет собственной страны ничто, а благосклонность одиозного кремлевского правителя, все оказался замешан еще и в коррупционных схемах. Конечно, мы не знаем, как будет разворачиваться само дело Дадона. Удастся ли его привлечь к реальной ответственности за коррупцию. И даже если будут найдены доказательства такой причастности, не сбежит ли Дадон в Российскую Федерацию, где ему, конечно, будет гораздо уютнее и безопаснее, чем в собственной стране. Но тот факт, что молдавская прокуратура заинтересовалась бывшим президентом и ищет теперь доказательства того, чем реально были мотивированы те или иные политические шаги, Дадона, это уже очень неплохой фактор. Фактор, который свидетельствует о том, что молдавское общество, после того, как власти пришли проевропейские силы, начинает понемногу выздоравливать от популизма пророссийских сил, которые замедлили развитие государственности Республики Молдова. Будем надеяться, что этот популистский крах станет поучительным и для соседей Молдовы, которые все еще находятся в популистском плену, а значит и в серьезнейших коррупционных рисках. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на мой канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи!